Сергей Васильевич, страховая культура для пересева озимых – это сорга, одна из страховых культур. Почему ее называют страховой культурой для пересева озимой пшеницы? – Я бы не сказал, что ее называют для пересева. Если она лежит в структуре севоборота, она позволяет тем, кто занимается нулевой технологией, оставить после себя большие пожневные остатки, прикрыть землю. И, кстати говоря, после уборки сорга мы посеяли пшеницу в прошлом году. И довольно-таки неплохо она сейчас выглядит. Хотя, как ученые говорят, да, это не самый лучший предшественник для озимой пшеницы. Но все же его все равно употребляют, потому что… – Потому что тоже злак. – Тоже злак, да. И у него и камневая система позволяет, и мощная вегетативная масса остается на поле. Поэтому мы занимаемся наутихом. Нам она нужна, эта культура. – Ну и плюс какой? Все-таки мы никуда от климата не уйдем, да. Он меняется каждый день. И погода. И мы сейчас вот видим весенние полевые работы. То люди не могут посеять в лес, то наоборот не могут посеять, нет влаги. – Поэтому здесь она себя, вот, допустим, по прошлому году мы ее посеяли, и 31 сантиметр получить по жаре, по такой, по… Это, я считаю, неплохо. – Особенно для тех хозяйств, которые, вот, фермерских хозяйств, которые занимаются животноводством, птицеводством, она очень в кормопроизводстве востребована, эта культура. Просто у нас вот как-то раскручена ячмень, ячмень, и вот это вот все, это неправильно. Потому что она по своим качествам очень даже не уступает ячменю, а даже превосходит. – Да, но все-таки вот в качестве культуры, которой можно пересеять погибшие озимы, можно ее использовать, поскольку, ну, во-первых, она теплолюбивая культура, жароустойчивая, а во-вторых, она сеется поздно. То есть можно посмотреть, что с озимами, если картина печальная, то можно воспользоваться этой культурой в поздние сроки, ее посеять и получить урожай, и оказаться не в убытке, так? – Ну, конечно, конечно, это без проблем, потому что эта культура, она, как бы, я считаю, даже универсальная, потому что она сеется, она в мае месяце. Ну, допустим, ну, что касается нашей зоны, да, допустим, вот Кагальницкий, Зерноградский район, да, вот, в мае месяце, когда провоцируется, вот этот основной сорняк уже выходит, можно подготовить поле, допустим, если после пшеницы, тоже можно подготовить поле, да, еще вот у нас есть там продуктивные осадки, которые, кто работает по классической технологии, да, и наутильщики также, вот, поэтому мы, допустим, сеяли ее в своем хозяйстве до майских праздников, где-то числа 8-го, 7-го мая, сеются, ну, по-разному все сеют, кто и 500 тысяч сеет, да, кто и больше, мы сеяли 300 тысяч, 300 тысяч, ну, 300 тысяч, это, ну, у нас сеялка прямого посева джерапти, поэтому она позволяет выдержать норму, качественно посеять, поэтому где-то порядка 6-8 килограмм мы сеяли всего лишь его. Между рядами 42 мы выдерживали, потому что она тоже любит площадь питания, вот, какая бы она ни была там, да, за сухоустойчивость, но она, любое растение нужно, ему нужна площадь питания. Вот, мы даже и без удобрения его сеяли, да, да, и консультировались мы с профессором, который вот его все же выращивал, значит, автор сортов, значит, все это мы консультацию вели. Ставили они раньше много опытов и еще, как говорится, в застойные времена, как принято, говорит, ну, она, говорит, даже сказать, ну, хотите, посеетесь удобрения, даже так сказал. Ну, а вообще, говорит, мы много опыта вставили и удобрения, как бы, не особо влияют на урожайность. То есть, неприхотливая? Неприхотливая культура, да. Да. О чем еще говорит ваш опыт выращивания сорга? Ну, вот, если мы даже свои записи подняли, да, какие мы затраты понесли, понимаем, да, вот, допустим, мы сравнили, сравнили с другими культурами, которые мы выращивали, там, по культурам, значит, подсолнечник, яровой, озимый ячмень, и вот мы сравнивали затраты, самые наименьшие затраты, в пределах трех тысяч рублей. Это прямые затраты? Да, это, ну, да, мы там, с учетом того, что мы, вот, допустим, посеяли, обработали, брали, отвезли на склад, скажем так, да, партизацию мы, конечно, не учитывали, там, но все же, ну, все же. Да. А в сравнении с другими? В сравнении с другими, да, вот, допустим, на подсолнечник у нас почти 8,5 тысяч затрат, да, на гектар. На яровой ячмень тоже самое у нас получилось около 8 тысяч. То есть на зиму и там больше, естественно, на зиму пшеницы, на зиму ячмень это порядка где-то 11-12 тысяч рублей. С учетом того, что там касс применяли, там удобрение, вот, ну, тот год, конечно, неординарный был, вы знаете, что в апреле месяце эти заморозки даже были, были там до трех, по-моему, заморозков, поэтому погибло все, и ячмени, и зима пшеница, я имею в виду вегетативная масса, вот это, которые самые сильные побеги были у нас, все пострадали. И потом уже возобновилась вегетация, уже, конечно, урожайность была потеряна. Вот, я считаю, что, ну, вот, допустим, по яровому ячменю мы 37 центнеров получили, да, он не пострадал, мы как раз посеяли, и вот эти возвратные его не коснулись, он только прорастал, да, там в земле находился, поэтому он не пострадал. Вот, а зимный ячмень пострадал, пострадал зимующий горох и зимая пшеница. Ну, тем не менее, вот, по урожайности, скажем, да, вот 45 центнеров а зимный ячменю у нас дал, и, ну, затраты, затраты, конечно, мы рассчитывали, и кассом его кормили, и селитрой ему давали, в общем, ну, давление было вдоволь, но результат, скажем так, средний по азимой ячменю. У него все-таки, вы знаете, что в нашей зоне азимы ячменей 7 и 8 тонн, они это можно получать, если работать с питанием правильно и так далее. Ну, и вот сорга мы, как бы, первый год попробовали, вот, связались, значит, с семеноводом, и, в общем, нам посоветовал белое сорга, оно идет и на пищевые цели, и на фуражные цели, вот, и довольно-таки такой сорт, чем понравился, что он скороспелый, да, обычно сорга же они поздно убираются, там надо сушить, надо использовать там зав, сушилку кое-где использовать, там, ну, кто-то выращивает там сорга суданковый гибрид, да, если животноводство, но этот сорт, он такой низкорослый, и вот как раз-таки он нам подошел, что мы убирали его напрямую, вот, во-первых, и мы его не сушили, он, это порядка 11%, с половиной была влажность, мы спокойно убрали его, откалибровали, и все, и даже никаких у нас проблем с ним не было. А проблемы были по защите, вот, защиты? Ну, по защите вообще, скажем так, ну, 3 тысячи на гектар затрат, мы обработали его, естественно, поле, у нас же обрабатывается гербицидом сплошного действия, перед посевом, да, чисто стояло, единственное, там проблема какая, вот, на сорга я заметил, что нужно осторожно быть со злаковыми сорняками, ведь она же тоже злак, да, у нас, поэтому мы не сможем сработать, если по наутилу, да, мы не сможем сработать позже, потом мы никак. Классики, да, они там, может, смогут, там, культивацию сделать, что-то присыпать, там, что-то там, ну, там, в общем, малоэффективно, конечно, тоже, я считаю, но вот надо выдержать этот момент, когда именно злаковые сорняки на поле присутствуют, если у вас, вы должны их обеспечить чистоту, потом уже с ним спокойно, с сорга, с другими сорняками, допустим, вы можете спокойно бороться, да, с этими двудольными, там, вы спокойно можете отработать гербицидом, вот, допустим, мы так всего один раз мы отработали, там, сразу мы двухкомпонентная смесь, сразу с инсектицидом, отработали под летом, были проблемы небольшие, и все, и больше мы на поле не заходили, до самой уборки, и, ну, естественно, семена протравливали, мы тоже протравливали качественно, чтобы мы на всходе, когда культура выходит, она должна быть защищена, потому что тоже много вредителей, мы должны быть готовы. Ясно, хорошо. То есть, вот, поздний сев, он тоже способствует тому, чтобы сорняки можно было уничтожить до посева? Да, мы должны смотреть на поле, не спешить тоже с посевом, потому что мы можем, потом мы ничего не сделаем, ну, я говорю о своей технологии, наутил, потому что потом мы ничего не сможем делать. Сбыт этой культуры, вот, то, что вы назвали, горох, ячмень, пшеница, это известные рынки сбыта, каналы сбыта, а вот по сорга, не возникает ли проблем с реализацией полученного урожая? Ну, насколько я знаю, допустим, на своем опыте нет у меня проблем сейчас, они, пожалуйста, звонят, мы с места заберем, ну, по цене где-то, скажем так, грубо, на рубль дешевле ячменя. Да, поэтому они, как бы, вот, конкуренты, ячмень, сорга, это конкуренты, да, если ячменя много на рынке, значит, сорга страдает парализацией, вот, как бы так мне сказали, да. Ну, с другой стороны, сейчас ячмень же сеет, вот, допустим, даже крупные хозяйства, фермерские хозяйства, ну, в основном, честно, мы признаемся, что сейчас только вот опащиком сеет, там, ячмень, да, длинофуражные цели, кто-то животноводством занимается, поэтому я считаю, что доля ячменя, как бы, сократилась за это время, вот, за счет этого, потому что по цене, там, его начали прижимать, хотя, вот, сейчас, если мы посмотрим, да, на цену, ячменя, он, как бы, вот, в одном положении стоит, даже дороже пшеницы иногда, да, вот, почти 15 рублей, на него, кстати, пошлина, она небольшая, на ячмень, да, поэтому, вот, может быть, из-за этого. Ну, хотя на внутреннем рынке, вот, спрос населения, там, все это, он, все равно, он, он в ходу, ячмень, да, поэтому я считаю, что по Сорго, ну, если иметь такую рентабельность, я думаю, что можно заниматься. Да, что касается рентабельности, мы по рентабельности еще не сказали, да, так, как, что получается по, даже показатель прибыли с гектара, вот, по Сорго, это, это очень интересно, если у вас есть, ну, мы берем свои, свой пример, да, свое хозяйство, свой сорт, вот, допустим, мы, допустим, семена приобретали по 50 рублей за килограмм, да, ну, с учетом того, что на 6, там, 8 килограмм сеется, кстати, сеется, она разными способами, она и сплошным методом сеется, она и широкорядным методом сеется. Мы использовали широкорядный, ну, на 42, скажем так, ни туда, ни сюда, но нам понравилось, допустим, сеялка позволяет так сеять, мы посеяли, могут обычные наши фермерские хозяйства, обычные сеялки на 70 использовать, по классике, как подсолнечник, так и его сеять, да, культивацию проводить, кому это интересно и так далее. Поэтому могут использовать обычную зерновую СЗ-шку нашу, старую, там, да, поэтому там методы все есть и все это можно делать в желании. Да, и по экономике вот что в результате получается? По экономике, если мы вот наш случай берем, да, у нас получилось, допустим, 34 тысячи, да, прибыль, да, с гектара, вот по 40 именно, по реализации мы взяли 12 рублей уже, как бы с НДС, даже, даже с НДС, вот, по ячменю-яролому получилось 39 у нас тысяч прибыль, по зиму побольше тут 47, но... То есть вы уже за вычетом затраты? Да, конечно, конечно, вот по подсолнечнику, да, у нас получилось 38 тысяч. Но по подсолнечнику у нас и затраты, вот, 8 с лишним тысяч. Это наш случай, мы взяли семена, мы сеяли тоже сплошным способом, этой же сеялкой. У нас там норма высева, там, 3,5 килограмма больше мы не сеем, до 4 максимум. Но если сеют, допустим, по классике, там побольше пойдет, там где-то 2,2 по сено идет, да, на гектар, поэтому там и цена больше идет на семена. Ну, мы не берем тут эти прыжки по подсолнечнику, да, мы берем, вот, по чем мы реализовали, в сентябре 28 500 мы реализовали без НДС, да, у нас вот... Ну, хорошая цена, даже 28 500, это... Продавали там и по 40, и по 50 рублей, я знаю, кто там, это уже, как бы, мы не берем. А, возвращаясь к Сорга, 33, да? 33, да, почти 34 тысячи, 33 900. Тоже очень достойный, достойный показатель, по-прочему, это прибыль. Это прибыль за вычетом затрат, а затраты 3 тысячи, очень небольшие затраты, действительно... Получается, прибыль по Сорга все равно меньше, чем по яровому ячменю и по подсолнечному. Да, меньше, но у нас затрат меньше, если считать, допустим, вот, по рентабельности, то, конечно, на Соргу будет лучше показать. Почему тогда выбор в пользу Сорга был? Чем она не хороша? Вы понимаете, ячмень, да, ну, ячмень вы, когда вы можете посеять? Вы можете его только в апреле месяце посеять, ячмень. И то, ну, до 15 апреля, какая будет погода. Ну, есть, да, да, неординарные, может быть, и осадки будут у нас и в апреле, и в мае, и поздние посевы могут выйти, да. Ну, мы же должны все планировать тоже, и все, воборот, должны планировать. Поэтому это как страховочная, правильно Николай Васильевич говорит, культура очень даже... Она, получается, к влаге не чувствительна в верхнем слое почвы, а если... Ну, нет, ну, почему? Она засухоустойчивая культура, да, если брать по сравнению с пшеницей, с сечменем, и она засухоустойчивая, поэтому мы, вот, я же, мы ее съели в мае месяце, мы... Она у нас зеленая, стояла практически до уборки. А уборка, вот, раннеспелые сортовые берете, когда вы убираете? В сентябре месяце мы убирали, в начале сентября. Мы убрали и посеяли пшеницу. Ну, нам позволяет, технология наша, мы убрали и следом посеяли. В октябре месяце посеяли, в начале октября. Да. То есть, какие можно выделить, вот, подытоживая факторы, это малозатратная культура, да, которая и неприхотлива, малозатратна и неприхотлива, потому что с удобрениями особо заморачиваться не стоит, защита, не бог весть какая, да, и затратная часть... Ну, самые-самые минимальные затраты... Из всех культур, которые вы выращиваете, да? Для фермерских, малых хозяйств, которые животноводством занимаются, которые, допустим, не имеют такой особый набор техники, вот, ее можно сеять и получать хорошие корма и вырожаи. То есть, пределы, грубо говоря, трех тонн получать можно и... И это будет... Только, конечно, мы не можем говорить, что, вот, допустим, относиться к любой культуре надо относиться, да, аккуратно и технологию соблюдать. Если мы, допустим, тот же сорняк, то мы тоже там ничего не получим. Ну да, да. Потому что, вот, мы... Кровые обработки у нас были, противопожарные мы же делаем, да, и там спровоцировался все-таки у нас злаковый сорняк частично, и сразу видно было по урожайности, падение урожайности, потому что там был сорняк. Если культура чистая, если культура обработанная, вовремя все сделано, и там будет достойно урожай. И важно еще, что это хорошая составная часть севооборота. Обязательно. Мы только поэтому внедряем, потому что кукурузу я не вижу в нашей зоне, там уже, как бы, многие отказались, да. Вот, поэтому вот в нашем севообороте по наутилу мы будем использовать. После подсолнечника, допустим, после Евролатинга мы можем использовать его весной. Который не страдает от последей. Весной при Яровом посеве мы уже уйдем, это уже... Ну, когда мы в мае месяце, грубо говоря, работаем, там, Евролатинга, ну, считайте, сколько месяцев, это уже... Почти год. Да, почему с падалицей сорга боретесь в посевах пшеницы потом? Падалицей сорга, сорга очень теплолюбивая культура. А, все понятно. Она за зиму, она и не взойдет, вот. Вот, а то, что зайдет, потом она элементарно эрбицидом, который по пшенице, мы можем снять ее. Есть еще, Саша? Нет. Спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо вам. Очень толково и интересно. Удачи вам, хорошего сезона.